Это Краевая Одесская клиническая больница. За год здесь проходит лечение около 600 детей. Некоторые проводят здесь по 8, а то и по 12 месяцев. Фактически живут здесь. Карина провела в онкоцентре в общей сложности год. В ноябре 2017 года у нее обнаружили злокачественную опухоль. А дальше, как и у большинства маленьких пациентов в больнице, началось затяжное лечение. Сначала лучевая терапия в Москве, после прохождения химиотерапии во Владивостоке. Всего 8 курсов. Три недели в больнице, две дома. Зачастую дети теряют счет времени. Я иногда рисую, а иногда делаю орегами. Врачи иногда перекалывают вены, больно становится. Ситуация с детской онкологией в Крае можно считать стабильной на протяжении нескольких лет. В Приморском крае за год заболевает от 10 до 14 детей на 100 тысяч человек. Это средние показатели по России и миру. Процент наступления длительной ремиссии по Краю отличается от средних показателей по стране. Дети с первой и второй стадии заболевания вылечиваются в 90% случаев. Дети с третьей и четвертой стадии выходят на длительную ремиссию в 67-72% случаев. По России эта цифра выше и достигает 85%. На стопроцентные показатели не могут выйти врачи ни одной страны мира. Все-таки онкология очень трудно поддается лечению. В Крае действует разветвленная сеть медицинских учреждений и специалистов, которые придут на помощь попавшим в беду детям и их родителям. Средящая аппаратура, ИВЛ, электроотсосы. У нас здесь свой электрокардиокар, у нас есть УЗИ, у нас есть выринги аппараты. Реанимационное отделение обставлено по последнему слову техники. Сюда попадают дети в тяжелом состоянии после операции или тяжелого прохождения химиотерапии. А это кабинеты интенсивной терапии. Здесь находятся ребята с высокодозной химиотерапией. В каждой палате – функциональные кровати. Для того, чтобы не было осложнений после спинно-мозговой функции, ребенок должен быть с низко опущенной головой. Функциональные кровати позволяют это сделать. Лекарственные препараты маленьким пациентам поставляются бесплатно и оперативно. На то, чтобы вылечить одного ребенка, нужно в среднем 4-5 лекарственных препаратов. Лишь в случае, если ребенку потребуется дополнительное лекарство, семье приходится ждать, пока заказанное средство дойдет до больницы. Дети все лечатся по тем современным программам или протоколам, которые сегодня зарегистрированы и которые считаются самыми лучшими. Они считаются европейскими и имеются, согласно этих протоколов, хорошие достигнутые результаты. И мы обязаны и должны направляем детей на наши федеральные центры, на высокие технологии, то, что мы не можем здесь провести. А вот о том, чего больницы не хватает, врачи говорят неохотно. У нас, наверное, мало площадей. Эта больница строилась очень много лет назад. Тогда был совершенно другой профиль этой клиники. Здесь не было детской онкологии. Детская онкология появилась только 26 лет тому назад в этой клинике. Отделение, приспособленное под отделение онкологии, в отделении онкологии должно быть больше боксированное, потому что дети, которые получают химиотерапию, это дети, находящиеся в иммунодефицитном состоянии. И поэтому хотя бы на одного-двоих детей у нас бывает иногда в палате до пяти детей. Поэтому, да еще мамы. Боксы необходимы прежде всего, чтобы защитить маленьких пациентов со слабленным иммунитетом от сопутствующих инфекционных заболеваний. И хочется верить, что с помощью реализации государственной программы развития здравоохранения Приморского края из этой ситуации удастся выйти. Катерина Матвеева, Станислав Лазебный. Новости на Восьмом.